Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Пернаты со столовыми приборами вместо рта не редкость. У некоторых птиц это настоящие ножи или даже копья. Например, я уже рассказывала про колпицу, но у неё всего лишь салатные щипцы на месте ротового отверстия. А вот у нашего сегодняшнего гостя целая огромная поварёшка. Встречайте пеликана – род птиц, единственный в семействе пеликановых отряда пеликанообразных. Пеликаны заселили практически весь мир, обошли стороной только прохладные территории. Распространены пеликаны довольно хаотично, предпочитая селиться в умеренном и тропическом поясах всех континентов, кроме Антарктиды. Жизнь пеликана неразрывно связана с водой. Здесь пеликан купается, отдыхает и питается. Делать всё вышеперечисленное наш неоднозначный птиц может как в пресных водоёмах, так и на морских побережьях. Выглядит наш герой весьма непоэтично. Птаха весьма грузная, в среднем набирает массу от семи до четырнадцати килограммов. Длина тела – до ста восьмидесяти сантиметров, клюва – до сорока семи. Среди собратьев по отряду пеликаны самые крупные. Однако сам внешний вид пеликана просто неповторим. Маленькая голова, огромное тело и не уступающим габаритам тушки клюв с кожаной складкой. Всего таких уникумов восемь видов – американский белый пеликан, американский бурый пеликан, перуанский пеликан, розовый пеликан или баба-бабура, австралийский пеликан, розовоспинный пеликан, кудрявый и серый пеликан. Все виды пеликанов, которые обитают в пределах умеренных широт, являются перелетными птицами. Пеликаны – это обитатели морских мелководий, неглубоких пресных и соленых озер и устьев крупных рек. Ходят они неуклюже, но хорошо летают и плавают, могут подолгу парить. С воды поднимаются после разбега. В полете из-за длинного тяжелого клюва держат шею буквой «С», как цапли и марабу. Кстати, про марабу у нас тоже есть ролик в плейлисте «Птицы». Пеликаны предпочитают обитать в составе многочисленных стай, в которых не чувствуется строгой иерархии. Придерживаясь такой дружной и сплоченной группы, пеликаны надежно защищены от посягательств различных хищников. Что до гастрономических пристрастий, то в меню птички по большей части входит рыба. Зачастую пеликаны сбиваются в огромные стаи для того, чтобы вспугивать добычу и успешно ее подсекать. Если же еды нет совсем, не брезгуют перекусить и птенцами других видов, например, утятами. Поймав рыбу, пеликан через клюв отсаживает воду из горлового мешка и проглатывает добычу. В день он съедает более килограмма рыбы. Известны случаи, когда пеликаны съедали других птиц и мелких животных, крыс и мышей, если им удавалось их поймать на берегу. Отдельная история с голубями. Раньше за пеликанами не наблюдалась странная привычка охотиться на голубей. Но сейчас наши друзья, похоже, поняли, что голубей очень много и они очень даже жирненькие. Логично, что за многими популяциями замечена тенденция охоты пеликанов за голубями. Несмотря на всеобщее заблуждение, пеликаны не хранят еду про запас своей кожаной поварёшки. Со своей жертвой птица расправляется мгновенно. Этот огромный сачок используется лишь на период гнездования, чтобы приносить живую добычу прямиком в клюве к своим деточкам. Ну и о любви. В сезон размножения пеликаны образуют огромные стаи до 40 тысяч особей. Их оперение клюв становится яркими, указывая на готовность к любовным утехам. Спаривание предваряет продолжительное ухаживание. Чем же самцы задабривают самку? Например, если ткачики вьют шикарные гнезда, райские птицы танцуют, то пеликан завоёвывает сердце избранницы терпением. За самочкой обычно следует от 3 до 8 самцов. Всё это время они красуются перед дамой, показывая, какие же они классные. Иногда даже выполняют цирковые номера, причём буквально. Самец берёт палку, подбрасывает её вверх и ловит. Но мудрую пеликаншу не провести. Она-то знает, что выбирать нужно не самого красивого, а самого верного. Когда из толпы кавалеров остаётся лишь один, самый терпеливый самка ведёт избранника к месту гнездования, где они вместе обустраивают свои будущие домик у моря. После акта любви самка откладывает три голубоватых яйца. Оба родителя высиживают кладку по очереди на протяжении 35 дней. К сожалению, из трёх птенцов зачастую выживает только один. Самый крупный детёныш не только отбирает пищу и братьев у сестёр, но и вовсе убивает их. На крыло ребятня становится в возрасте двух месяцев. Средний зафиксированный возраст продолжительности в неволе у пеликанов целых 30 лет. На волю он, конечно же, значительно меньше из-за опасности мироздания. На удивление, образ пеликана ярко отразился в религиозной культуре, особенно в христианстве. Раннехристианские средневековые мыслители действительно сравнивали эту птичку с Христом, так как считалось, что в голодные времена мать-пеликан разрывает себе грудь, чтобы накормить потомство кровью и плотью. Великие умы же предполагают, что средневековые богословы просто приняли брачное розовое оперение на груди за следы крови от самопожертвования. На деле же можно с уверенностью сказать, что мазохизмом пеликаны не страдают. Пеликан — священная птица и для мусульман, так как, по преданию, этот пернатый гигант переносил в горловом мешке камни для возведения святынь в Мекке. Зато вот люди страдают садистскими наклонностями. Несмотря на то, что пеликаны не вымирают, их популяции крайне вредит человеческое вмешательство. Дело не только в уничтожении их мест обитания, но и загрязнении вод нефтепродуктами. В отличие от других водоплавающих птиц, перья пеликана сильно мокнут, и поэтому, попадая в загрязненные воды, отмыться от нефти птицы практически невозможно. А какую из птиц вы бы назвали самой заботливой? Вряд ли кукушку, пишите своё мнение в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.